Долгожданный результат, который оправдал все усилия надежды, приток нефти дебетом свыше 100 тонн в сутки. Он получен на Гарцевском месторождении на глубине 4073 метра. Сейчас на скважинах завершается циклостроительство, а в апреле объекты планируют ввести в эксплуатацию, выполнить оценку ресурсной базы и поставить скважины на баланс предприятия. На Гарцевском месторождении, благодаря открытию новых объектов, будет получен прирост запасов нефти примерно на 800 тысяч тонн. Для нашего региона высокий показатель. За последние годы, вот 19-20 год, у нас по геологическим работам, это рекордные годы за последние 25-30 лет. Мы вышли на максимальные полевые сейсмические работы по площади 3D в объеме не менее 380 квадратных километров. И что самое главное, мы в этом году выходим на максимальный метраж поисково-разведочного бурения, который составит 35 тысяч погонных метров. Для журналистов специалисты подготовили образцы нефти и керна. Порода добыта на глубине свыше 4000 метров. В ней наглядно видна нефть в виде черных капель. Это своего рода губка, которая по своим характеристикам, с точки зрения нефтяника, геолога, имеет очень хорошие характеристики. Гористость, проницаемость, которая позволяет именно осуществлять промышленный приток нефти. Это классический коллектор, который имеет хорошие очень характеристики. Для бурения скважины использовали новые технологии. Это связано в том числе со сложными условиями нефтедобычи на этой территории. Видите, погода, конечно, сейчас у нас очень неблагоприятная. Боровики работают в любую погоду, снег, мороз, холод. Открытие новых залежей именно на Макановичско-Великоборском участке, куда входит Гарцевское месторождение, очень перспективно для предприятия «Беларусьнефть». В течение этого и следующего года здесь планируют пробурить еще семь поисково-разведочных скважин. Задача на будущее – найти новые коллекторы, которые обеспечат промышленную добычу нефти. Всего в Беларуси 61 действующее месторождение нефти. Эксплуатируются 843 скважины. Марина Джала, Валерий Гопанько, Новости недели, Речицкий район.